Добрый день, меня зовут Евгений, я проживаю в Китае и уже определенное время занимаюсь здесь производством видеопродукции. В Китае, помимо всем известного DJI со своими коптерами, ронинами, имеется также множество другого интересного, стоящего оборудования для фильмейкеров. И мы решили сделать серию обзоров на данное устройство и поделиться своим опытом работы с ними. Сегодня мы поговорим о панели для работы в программе DaVinci Resolve по цветокоррекции. Панель производителя Oxygen Tech называется ProPanel. Комплект поставки панели это сама панель и USB кабель для подключения к компьютеру. Отдельного питания устройство не требует. Первое, что можно отметить, это большой вес устройства, 5 кг, оно имеет металлический корпус. Я считаю это плюс, то есть оно прослужит вам долго и оно не катится по столу при его использовании. После подключения панели к компьютеру мы заходим в DaVinci, в Preference настройки и выбираем данную панель. Также советую сразу зайти в настройки чувствительности трекболов и снизить до 30. И изначально тут было 50, я считаю 30 это оптимальное значение. Так, что это отметить, что панель также работает в Lite, в бесплатной версии программы. И конечно же она работает и в платной версии. Теперь рассмотрим подробно функционал. Это три трекбола, они работают в режиме Primaries, то есть да, также они работают и в режиме Lock. Рядом с каждым трекболом имеются по две кнопки. Это кнопка независимого сброса значения кольца и шара. К примеру, вот в гейнах мы сейчас делаем их яркими, уведем вот в зеленый, да, к примеру. Отдельный сброс значения оттенка и значения яркости. Такие кнопки имеются для каждого трекбола. Далее кнопка это, вот мы что-то покрасили такое непонятное, да, отменить действие и вернуться к действию. Далее это Grab Steel, то есть мы здесь сделали какую-то, навели какую-то коррекцию, к примеру, да, нам она, к примеру, нравится. Мы делаем Grab Steel и к переходу к следующему кадру мы можем использовать данное реферсное изображение при коррекции следующего кадра, да. Так, далее это переход с следующей к предыдущей ноде, к примеру, у нас на данном кадре несколько нод имеется, переход к предыдущей ноде и к последующей ноде. Далее две кнопки это динамический кикфрейм и статический кикфрейм. Далее кнопка это отменить всю коррекцию в ноде. К примеру, мы в этой ноде тоже навели какую-то коррекцию и мы хотим ее полностью отменить. То есть мы, например, вот тут что-то сделали, да, и вот эту кнопку мы целиком отменяем, обновляем значение всей ноды. Было бы здорово, если данная панель поддерживала бы работу в монтажках с плагинами по цветокоррекции, такими как в колористах, к примеру. Но, конечно, этого нет, потому что это панель именно для DaVinci. Также при длительной работе с панелью привыкаешь к кольцам, шарам, то есть трекболы и кнопке, и неохота браться за мышку. Но все-таки тут органов управления очень мало. Хотелось бы хотя бы saturation, может быть gain, да, силу ноды. Но, конечно, это бы повлияло и на стоимость самого устройства. В следующем обзоре мы поговорим о слайдере премиум класса от производителя iFootage. Следите за нашими обзорами. Субтитры создавал DimaTorzok